900 молодых саженцев посадили люберчане на придомовых территориях. Ежегодная акция «Лес Победы» прошла в округе в эти выходные. Наша съемочная группа тоже приняла участие в посадке деревьев. Раннее утро, еще многие спят, но в деревне Марусина работа идет полным ходом. Люди разных возрастов собрались здесь, чтобы посадить свое дерево Победы. Акция «Лес Победы» уже стала традицией. На территории Либерецкого округа она проходит вот уже три года. Но в Марусине это вторая посадка деревьев. Это очень прекрасно, что с каждым годом все больше и больше выходит людей, люди приобщаются. С удовольствием выходит даже в раннее субботнее утро сажать деревья, помогать нам, идти на речку. Уже второй раз мы устраиваем мероприятие для детей, когда приходит много людей, много детей, все играют. И у всех очень отличное, хорошее настроение. Это прекрасно. Многие участники акции уже успели посадить не одно дерево, но данное мероприятие для них – настоящее событие. Что для вас посадить Дерево Победы? Для меня посадить Дерево Победы – это проявить уважение ветеранам Великой Отечественной войны. Мы помним, любим и всегда благодарим тех, кто старшее поколение. Когда я выхожу и смотрю, что растут деревья, растут цветы, мне хочется жизни. Для участников акции работала развлекательная программа с диджеем и аниматором. Посадка деревьев прошла и в Краскове. Аллею Победы посетил Владимир Ужицкий. Здесь еще много в перспективе работы, но это будет, я думаю, жемчужина Краскова, такой зоной отдыха, потому что она частично уже облагорожена, но работы еще впереди много. Ставлю задачу за лето, именно на этом участке привести в порядок вот территорию. Здесь должен быть такой разбит хороший, красивый сквер, и мы это сделаем обязательно. В акции «Лес Победы» приняли участие управляющие компании, ТСЖ, а также сотрудники администрации, социальных учреждений, предприятий, ветераны и жители. Около 700 саженцев высадили в Малаховке и в Краскове, а в Марусине порядка 200. У дома номер 17, корпус 1 по проспекту Победы, люберчане высаживают яблони и каштаны. Всего 70 саженцев, и многие из них уже цветут, поэтому красоты и благоухание долго ждать не придется. На акцию в микрорайоне 7-8 вышли не только местные жители, но и представители органов власти. Новые микрорайоны, они всегда, когда застраиваются, у нас получается так, что благоустройство, благоустройство. Проходят в последние моменты. И сегодня вот тот момент, когда люди должны прийти, принять участие и сказать спасибо. Дню Победы! Лопаты и ведра с водой. Инвентаря хватает всем желающим. Для детей и взрослых приготовлены полевой буфет и развлекательная программа. На самом деле местные жители давно хотели, чтобы этот участок был засажен деревьями. Услышала зазывалку и тут же мы с мамой собрались, побежали сажать дерево. На акцию Лес Победы люберчане выходят целыми семействами. Не исключение и семья Саньковых Агаджанян. Ну это память о погибших, тех, кто воевали и за мою жизнь, и за жизнь моих родных, моей семьи. Если бы этого не было, то, собственно, меня, может быть, здесь и не стояла. С люберчанами участвовал в акции и глава округа Владимир Ружицкий. Вместе с детьми он посадил яблоневое дерево и каштан. Лиза, Лесть Победы! На территории детского сада номер 6 по адресу проспект Победы, дом 15, воспитатели, дети и родители высаживают сиреневую аллею. Помогает малышам управиться с лопатой и лейкой глава Люберецкого округа. Если мы вот так будем каждый уголок обустраивать, смотришь, оно будет красивее, это все подрастет, и дети подрастут, и деревья подрастут, и все будет веселее. Вы будете заходить по весне, а тут будет сирень свистеть. Мамы, папы, сыновья и дочки. Целые семьи участвуют в акции Лес Победы. Масштабная патриотическая акция прошла и в Центральном парке. Несмотря на огромное количество участников, инвентаря и посадочного материала хватило всем. Владимир Ружицкий поздравил присутствующих ветеранов с праздником и вместе с ними посадил дерево. Порядка двух тысяч человек пришли посадить свое дерево Победы. Среди них и знаменитый скульптор Александр Рожников. Это память о наших погибших. В общем, все, что связано с этим, с нашей памятью, с нашей Победой, вот для меня это дерево конкретно здесь, сейчас, в нашем Люберецком парке. Для всех участников была подготовлена концертная программа, духовой оркестр и организована полевая кухня. В рамках акции было посажено 5000 саженцев рябины, березы, клёна и липа. Наш канал тоже решил принять участие в акции и посадил вот такую рябину в знак памяти о Великой Отечественной войне и людях, сражавшихся за Родину. Люберецкому району материнью! Ура! И акции «Лес Победы!» Ура! Мария Кузьмичева, Александр Томей, Сергей Гвоздев, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ. Всем привет! Я Анна Троян, вы смотрите ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на Ютубе и ставьте лайки. Будьте в курсе самых важных событий. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова